Продолжение следует... Деловой успех, общение, самопомощь, семья и воспитание, самопознание и немножечко даже парапсихологии. Я поясню, почему у нас смысл и счастье собраны вместе. Потому что в современной психологии как-то две эти темы существуют. Те, кто интересуется счастьем, неизбежно приходят к необходимости исследовать смысл. И наоборот, счастье связано со смыслом, оказывается. И вот здесь есть, может быть, самая интересная книга в нашей библиотеке. Михаил Чисид Михаил. В поисках потока. Что же такое поток? Поток – это переживание радости бытия, переживание подлинности бытия. И этим состоянием можно учиться, используя специальное правило. Чувствовать себя здесь и теперь. Радоваться тому, что имеешь. Анализировать себя. Книга наполнена социологическими, психологическими данными. Михаил Чисид Михаил, пожалуй, самый интересный психолог современности. Есть мнение, что если бы по психологии давали Нобелевскую премию, он бы ее получил. И кто знает, может быть, получит. По счастью, есть еще интересная книга. Она написана более легко. Соня Любомирская. Психология счастья. Правила счастья очень простые в этой книжке. И главное, что они научные и реальные. Одно из них – это благодарить за то, что имеешь. Еще одно – не сравнивать себя с другими для того, чтобы чувствовать себя счастливым. И опять же, себя анализировать. А, Соня Любомирская еще приводит очень интересное правило 40%. Что на 60% ощущение счастья зависит от внешних обстоятельств и от типа темперамента. А 40% – в наших руках. Вот, смотрите. А эта книга вообще очень сложная. Она как бы из другого раздела. Из раздела экономики. Но ею зачитываются психологи и все те, кто хочет понимать современный мир. Вот, смотрите. Анти-хрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Николас Талек. Значит, в этой книге опровергается миф о том, что мир упорядочен и добр. Мир предстает как хаотичный. И хаос этот создают, например, в том числе разнонаправленные мотивы людей. И в этом жестоком мире, хаотичном мире, для того, чтобы научиться выжить, нужна анти-хрупкость. И экономист дает советы, психологические советы о том, как выработать в себе анти-хрупкость. Что у нас еще есть? Есть так много, что вообще мне не рассказывать. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Как управлять собой. Лайф-коучинг. Коучинг – очень модная тема. Это самонатаскивание. То есть можно обращаться к коучу, а эта книга показывает, как можно научиться самокоучингу. Общение. Правила безопасного общения. Классика Коломенский. Человек среди людей. Очень серьезный и всемирно известный белорусский психолог. Есть его еще и вторая книжка. Введение в психологию. Оно признано лучшим введением в психологию, как для старшеклассников, так и для первых курсов в вузах. Так, что у нас есть? Вот, отодвину психологию для всех. Есть очень интересная книжка. Она сложная. Джим Барритт, протестируйте себя. Это для тех, кто интересуется профориентацией. Здесь много тестов. И на интеллект, и личностных. Но выполнив эти тесты, часа три нужно. Но можно понять, какая профессия на самом деле подходит. Или какой стиль у вас будет в той профессии, которую вы выбрали по призванию. Приходите. У нас хорошие книжки. Продолжение следует... Продолжение следует...